Уже в седьмой раз в Одессе прошел открытый всеукраинский турнир по греко-римской борьбе в памяти заслуженного тренера Украины Константина Пульчо. Люди, которые занимаются спортом, они более дисциплинированы, они не считаются по улицам, не ищут себе приключений. И Константин Константинович Пульчо был такой человек, который в людях не... первое, что он хотел сделать, это сделать из человека человека. Его цель была, конечно, чтобы был достойный спортсмен, но максимально он вкладывал в своих детей. Я один из его учеников. В турнире приняли участие 220 юных спортсменов в возрасте от 8 до 16 лет. Среди участников команды со всех уголков Украины, а также ближнего зарубежья. Соревнования уже во второй раз провели на базе спорткомплекса Международного гуманитарного университета. Я здесь в этом комплексе впервые, но условия здесь, конечно, на высочайшем уровне. Большой комплекс, хороший. Здесь можно и нужно проводить, и даже больше здесь можно сделать, чем на сегодняшний день. Есть турнир больших масштабов, то есть я очень доволен. Классный комплекс, все очень хорошо. Греко-римская борьба – один из самых древних видов спорта. Как и любой спорт, она воспитывает самодисциплину, силу воли и характер. Многие тренеры начинают заниматься с будущими спортсменами с 5-6 лет. Однако к участию в соревнованиях детей допускают в возрасте не младше 8. До этого они занимаются гимнастикой, кувырками, растяжкой, но непосредственно в борьбе не участвуют. Этот вид спорта считается травмоопасным и сугубо мужским. 14-летний одессит Александр Школьный занимается греко-римской борьбой уже 10 лет. За это время он уже не разу спешно принимал участие во всеукраинских турнирах, а сейчас готовится к чемпионату Европы. Папа воду. Я просто в детстве, как говорится, я болел, задыхался, и папа решил меня отвезти на этот вид спорта, и все у меня пришло. Я впервые еду на чемпионат мира, да, волнуюсь я. Там не командные, там, получается, отдельно выходят, каждый сам, в принципе, за себя. Чтобы стать настоящим спортсменом, приходится много тренироваться. Дети посещают тренировки три раза в неделю, постепенно переходя на пяти-шестидневные занятия. Тренер Одесской детской спортивной школы номер 16 Андрей Деркач тренирует спортсмена в возрасте от 7 до 21 года. Одно из его главных достижений – бронза молодежного чемпионата Европы, завоеванная его воспитанником Владленом Козлюком. Греко-римская борьба – это для нас жизнь, мы этим видом спорта живем, каждый день, с утра и до вечера. Сейчас мы приехали с чемпионата Европы до 23 лет с нашим титулованным спортсменом Козлюком Владленом. Он занял третье место и, как сказать, чемпиона, конечно, воспитывать большой труд, плюс это и его достижения, это, как сказать, его работа тоже большая и много людей к этому прикладывают усилия. В сентябре областная федерация по креко-римской борьбе планирует провести на базе спорткомплекса МГУ чемпионат Украины среди молодежи. Такие соревнования, по словам президента федерации, в Одесской области не проводились уже лет 9. Кроме этого, в спорткомплексе проводится ежегодный турнир памяти Ивана Толмачева, чьим именем связано развитие креко-римской борьбы в нашем регионе. Полина Корюк, Владимир Ивжич, Телеканал Репортер. Продолжение следует...